Всем привет на канале Олдачман. Сегодня мы с вами продолжаем разговаривать на тему миграционной политики, криминальные хроники в Германии и вот вам тема для размышления. Министерство внутренних дел города Бремена классифицирует Абеса Кихи, имама, как проповедника ненависти и хочет, чтобы он покинул Германию. Своими заявлениями он представляет опасность для общественной безопасности и демократии. Сам же ссылается на свободу выражения мнений и вероисповедания. Ну, первый раз, когда на него было заведено уголовное дело, он все-таки выиграл это дело в административном суде. Так кто же этот человек? Абес Кихи является гражданином Туниса. Родился в 1975 году и приехал в Германию летом 2001 года. Год спустя он начал изучать технологии производства и машиностроения в Бремене. Но с 2004 года он является членом правления и казначеем Исламского культурного центра в Бременском Банхофштадте. В последующие годы он сделал себе имя в качестве имама мечети, проводя, среди прочего, еженедельные пятничные молитвы. Он долгое время считался органами безопасности местом встречи с салафийской сцены. Имеется в виду вот этот вот центр, где находится эта мечеть. У Чихи четверо детей. И тем не менее он был развлечен со своей семьей в течение многих лет. Из-за того, что он избивал свою жену, окружной суд временно запретил ему общаться с женой и детьми в течение нескольких месяцев. Всего-то в другом нормальном государстве его бы просто-напросто посадили за решетку. А где-нибудь в арабской стране могли бы его и отправить наверх к Гуриям. В 2022 году он был приговорен окружным судом города Бремен к штрафу в размере 90 ежедневных ставок по 10 евро, каждый за это телесное повреждение. Много это или немало, судить не нам. С тех пор его жена с ним развелась в целях собственной безопасности. Но судя по всему, он снова еженедельно общается с детьми. Но как следует его вообще расценивать, его поведение и его вообще как человека? По данным Бременского управления по защите Конституции, исламский культурный центр на Брайтен век уже более 20 лет считается местом встречи салафистской сцены в Бремене и далеко за его пределами. На пятничную молитву приходит от 400 до 500 посетителей. В проповедях отвергается западная система ценностей и люди других вероисповеданий. Распространяется антисемитское содержание, сообщает Управление по защите Конституции. Инакомыслящих внутри мусульманской религиозной общины и этого центра также критикуют и клевещут на них, называя их, к примеру, лицемерами. Снова и снова этот культурный центр приглашает в качестве приглашенных лекторов и надрегиональных салафитов для проведения проповедей. Некоторые из них являются настоящими звездами сцены в социальных сетях, например, Абул Бара из Брауншвайга, чьи проповеди регулярно слушают в интернете тысячи людей. Ну ты сидел бы в интернете и дальше зарабатывал себе на атомную бомбу, да? Это так, между дел. Конечно, ему никогда на нее не заработать. В апреле 2021 года Министерство внутренних дел Бремена распорядилось выслать господина Чехи за пределы Германии. Своими проповедями он направлял людей против общественной безопасности и свободного демократического порядка. В течение многих лет он агрессивно и злонамеренно разжигал ненависть к людям других религий, национальностей и женщин, говорится в сообщении прокуратуры. По данным МВД его проповеди характеризуются настоящей военной лексикой. Говорят о борьбе, разгроме, уничтожении и снова и снова о врагах ислама. Кроме того, он ставил под угрозу безопасность Федеративной Республики Германия, поскольку поддерживал террористические организации. В приказе о высылке цитируются различные заявления Чехи. Например, «О Боже, встань рядом с нашими братьями, джихадистами, маджахедами везде, в Палестине, Газии, Ираке, Боснии, Афганистане, Амане и победи внуков обезьян и свиней». Это его цитата, его слова. Или вот еще. «Когда умер Осама бен Ладен, почему вы не пришли и не помолились за умерших заочно?» Те, кто надо, те молились. А Бес Чехи подал иск против высылки. Он не поддерживает террористической организации. Он говорит. Термин «маджахеды» и неоднозначен. Осама бен Ладен – это не террористическая организация, а индивидуум. Чехи подчеркивают, что во многих проповедях он цитирует только Коран. Он использует ненасильственные средства, такие как лекции и проповеди, чтобы донести свое послание. Кроме того, важно, чтобы его четверо детей, проживающих в Германии, продолжали поддерживать связь с отцом. Ну, сегодня в любой точке мира можно поддерживать связь с родными через скайп, через тот же ватсап или как его, зум. Выходишь в прямой эфир и общаешься, и никто тебе этого не запрещает. Но у него, наверное, другие взгляды на общение. У каждого свое. В своем постановлении в июле 1922 года Бременский административный суд, по сути, следовал аргументации Чехи. Неузнаваемо, что он поддерживает исламское государство или другие террористические организации. По мнению административного суда, высказывания в его проповедях все еще находились в рамках свободы выражения мнений и не могли быть поняты как призыв к ненависти. Министерство внутренних дел Бремена обжаловало это решение, и теперь дело дошло до слушания в высшем административном суде. Органы безопасности видят в Чехи одну из центральных фигур салафийской сцены в Бремене. Он своего рода идейный лидер. Поэтому вопрос о том, может ли он быть выдворен на основании своих высказываний, имеет центральное значение для властей. Таким образом, решение в Бремене может оказать положительное влияние на другие федеральные земли. Примечателен тот факт, что Нэнси Фезер, ну, наша министр внутренних дел, а также бывший министр внутренних дел и бывший глава партии ЦСУ Хорст Зейхофер, особенно он, утверждал, что когда создали академию обучения имамов в Германии, говорил, что нужно выпускать ислам в Германии, для Германии и из Германии. Надеясь на то, что вот эти люди, которые будут изучать как бы под надзором местных лекторов ислам, не будут становиться, скажем так, ненавистными к другим религиям, к другим слоям населения, ну и вообще к другим государствам. Оказалось, что именно этот человек закончил такую академию и стал имамом. Просто так ведь не становятся такими высокими должностными лицами в мечетях или в церквях, скажем так, священниками-батюшками. Нужно проходить определенное обучение. И вот этот вот человек после этого обучения, кстати, его лекторы говорили, что уже во время обучения он призывал к свержению ненавистного строя на Ближнем Востоке и к провозглашению мусульманского тотального государства от Красного моря до реки Иордан. Вы понимаете, о чем я говорю. Мне недавно под одним из видео кто-то написал, мол, типа, я ярый ксенофоб, я ненавижу ислам, я готов уничтожить все религии. Вы знаете, такой комментарий, который человек написал, не имеет под собой абсолютно никаких оснований и он лживый, потому что человек, написавший это, не согласен с той правдой, которая творится вокруг него. Все террористические акты, которые устраивают в разных странах, будь то церкви, будь то синагоги или площади или еще что-то, устраиваются почему-то людьми, именно проповедующими ислам. Я не говорю, что ислам плохой, ни в коем случае, нет. Есть люди, действительно исповедующие ислам, как религию добра и мира. Но, где-нибудь вы видели, чтобы хотя бы один христианин был террористом? Оставим Брейвика, у него крыша поехала. Оставим также вот этого ненормального психопата, который, по-моему, в Новой Зеландии расстрелял очень много людей в мечети несколько лет назад. Это единичные случаи действительно психопатов, а террористические акты устраиваются теми людьми, которые ненавидят не только другие религии, но и ненавидят других людей. Не только за их внешний вид, за национальный признак, но просто за то, что они другие. Вот и все. Хотя такие люди, которые идут на этот террористический акт вполне осознанно, увы, ничем не отличаются от других. У них та же самая кровь, у них такая же кожа, у них тот же самый скелет под этой кожей. Никаких отличий, никаких особенностей. Но, тем не менее, почему-то именно эти люди считают себя избранными Богом. Но так шли бы, что-нибудь проповедовали где-нибудь в другом месте. Почему именно нужно взрываться? Почему нужно призывать на своих проповедях уничтожать людей, уничтожать целые государства? У меня вопрос к этим людям, особенно к тем, кто недавно у меня на канале, под одним из видео, где я говорил о миграционной политике, комментарий ушел в спам, человек отправился в общественную баню. Написал «Свобода Палестине», ну и меня обнес всякими ругательствами, которые только могли прийти ему в голову. Я не спорю. Давайте сделаем так. Когда-то был рассказ о том, что, фантастический рассказ о том, что один человек придумал аппарат, уничтожающий абсолютно все оружие в радиусе 5 миль. То есть, этот человек подходил к какой-то военной базе, включал кнопочку на своем аппарате, и мгновенно вся военная техника превращалась в ржавчину. Неплохо, да? Было бы такое устройство, можно было спокойно уничтожить абсолютно все вооружение по всей планете. Вот такая у меня утопическая идея, вот такая у меня утопическая мечта, чтобы прекратились все войны, прекратились все вот эти распри между народами на Земле. Ну и, конечно же, как раньше говорили, религия – опиум для народа. Многие войны на Земле происходят именно по вине религии. «Мой Бог прав, твой Бог не прав, на, получай». Разве так культурные и умные люди разговаривают между собой? Вряд ли. Нужно подходить к решению вопросов действительно с культурной точки зрения и подходить к решению вопросов с умом, а не приходя на проповеди, выслушивать каких-то, будь то проповедников или имамов, призывающих уничтожать целые государства, целые народы. Поэтому, как всегда, по традиции, под конец этого видео, вот, да, любое видео, которое у нас на канале, вы смотрите, слушаете, видите, в конце каждого видео я говорю, самое главное – не болейте, будьте нам здоровы, всем удачи, ну и, конечно же, для желающих поддержать наш канал финансово, это не обязаловка, но дело, скажем так, добровольно-принудительное, нет, дело добровольное, под каждым видео у нас идут ссылки на ресурсы с донатами. Мы будем рады любой копейке, которая способна поддержать наш канал, поддержать его и помочь ему оставаться на плаву. Всем удачи, пока!